К нашему эфиру присоединяется Давид Гендельман, израильский военный эксперт. Давид, приветствуем вас в эфире «Фридом». Добрый вечер. Здравствуйте. Давид, вот как вы считаете, пожалуй, мы с этого и начнем, с российского вооружения у боевиков. Как Израиль может и должен ли отреагировать сейчас на это? Потому что, понятное дело, что главным образом концентрация идет на сопротивлении, на ответе террористам. Но вместе с тем, едва ли стоит игнорировать факт наличия российского оружия, которое уже конкретно было обнаружено? На самом деле, оружие российского производства в руках у фейсболы было обнаружено еще в ходе Второй Ливанской войны в 2006 году. Сейчас просто это повторилось в очередной раз, ничего нового здесь нет. Понятно, что по соответствующим дипломатическим каналам можно дать тот или иной вопрос. Просто в любом случае так понятно, как это упало Хизболе, поставки производились в Сирии. А все, что интересует Хизболу и все, что требуется Хизболе, находится в руках либо Сирии, либо Ирана. Рано или поздно неизбежно попадает в Хизболе. Поэтому и ПТРК, и ПЗРК российского производства и так было известно, что они находятся в руках у Хизболы. Мы сейчас просто этому представили видео-подтверждение после того, как это было захвачено в виде трофея. На самом деле, именно в плане какой-то новой информации ничего нового здесь нет. По поводу вот этого желания, как мы понимаем, плана определенного нанести удар по Ирану до президентских выборов. А как вы оцениваете такой шаг? Да, или просто в этом случае Израиль, как бы он, ну, пользуется моментом? Даже не столько пользуется моментом. В любом случае, слишком долго тянуть нельзя. Насчет, когда именно установят час Че, что называется, это, разумеется, прерогатива правительства. Но, в принципе, сама техническая подготовка, чем более широкий планируется удар, тем больше нужна подготовка. Плюс на развертывание в Израиле дополнительной системы противоракетной обороны ТААД, которую предоставили американцы, это тоже занимается время. Плюс, понятно, политические переговоры с Соединенными Штатами, которые оказывают сильное давление на израильское правительство, чтобы удар был как можно слабее, не затрагивал ядерные либо нефтяные объекты. И, в принципе, любая эскалация Соединенных Штатов невыгодна, потому что есть риск тягивания Соединенных Штатов войной. Им это было невыгодно в течение всего этого года, тем более невыгодно им это сейчас, прямо перед выборами. Поэтому на эту тему шли, в принципе, еще идут весьма интенсивные переговоры. Какие конкретно цели подвергать удару, какие нет. Короче, все это требует времени. Мы не посмотрим, в результате действительно ли это будет сделано еще до выборов. Но, с другой стороны, действительно такой фактор, что если слишком долго тянуть, Питина может быть воспринято как слабость. Хотя, с другой стороны, Иран ждал довольно долго. Поэтому, на самом деле, если сильно захотеть, можно тянуть и больше. Но там тоже непонятно, будет ли более благоприятная ситуация после выборов. Поэтому, в принципе, не будет ничего удивительного, если действительно удар будет нанесен еще до выборов Соединенных Штатов. – Давид, а скажите, вы как эксперт, объясните, пожалуйста, подход, который вы сами только что описали. Что если и бить Иран по зубам, ну не больно. А тогда зачем бить? Чтобы больше разозлить? Или как? Ну просто получается, что боясь вот этой эскалации, мы, наоборот, на перспективу, на эту эскалацию как раз и выходим. И если бить по каким-то объектам, то что это должны быть за объекты, чтобы удар при этом не был слишком большим, но в то же время принес какой-то результат Израиля. – Если говорить конкретно про цели для израильского удара в Иране, можно разделить их на три уровня. Первый уровень – это ядерные объекты. Высший уровень никак по эскалации, который может привести такой удар. И чисто в техническом плане нанести им действительно серьезное поражение сложнее всего, потому что Иран очень много лет всеми средствами укреплял конкретно ядерные объекты. И насчет этого, разумеется, оперативные планы и технические средства у Израиля есть, но, тем не менее, это самое сложное. Следующий уровень – это нефтяная и другая экономическая инфраструктура. Там технически это сделать проще, но так как это может привести к резкому росту цен на нефть, чего тоже Соединенные Штаты не хотят и так далее, это считается вторым уровнем. И следующий уровень – это чисто военные объекты, как ракетная, авиационная базы, так и другие военные объекты типа штабных, разведывательных структур и так далее. Дополнительные плюсы удара конкретно по военным объектам, так как весьма вероятен на следующий раунд обмена ударами между Израилем и Ираном, то как раз в чисто прикладном военном смысле как раз была бы большая польза в нанесении ущерба иранским ракетным возможностям, чтобы их следующие удары уже не могли быть настолько сильными. И дополнительный плюс, что в политическом, международном плане удар под чисто военным объектом был бы воспринят как более асимметричный. Иранцы ударили по нашим военным базам, мы ударили по их военным базам. Насколько можно, в кавычках, это будет воспринято асимметрично. Но дополнительная сложность – это распределение сил и средств и возможности следующих ударов. Например, чисто сферическая операция «Вакууме». Если предположить такой вариант, то сначала мы насколько можно вкладываемся в удар по иранским ракетным возможностям, а все остальное уже оставляем на следующий раз, когда мы уже насколько можно ослабили их возможности ответного удара. Но вопрос, рассматривает ли израильское предприятие, как возможное в ближайшее время, в первую очередь, по политическим мотивам из-за давления США, второй удар, третий удар и так далее. Возможно, поэтому решат внести в список целей, кроме военных, еще какие-то. Но понятно, что решение в любом случае примет правительство. Но своя логика есть даже в том, если будут нанесены удары по чисто военным целям, без нефтяных и без ядерных объектов. Сейчас, когда идет речь об ответных ударах, Израиль, ну, скажем, не то чтобы предупреждает, но просто ставит в известность просто Соединенные Штаты Америки о своих дальнейших действиях. Это не выглядит, как, знаете ли, ну, некоторое, что ли, как будто бы кто-то советуется с кем-то или так далее. Хотя мне кажется, что так и должно быть, когда страна защищает свои интересы. Но вместе с тем, насколько это может в дальнейшем, как вы считаете, повлиять, например, на поддержку Соединенных Штатов Америки? Это уже влияет прямым образом. Как я уже сказал, Соединенные Штаты оказывают сильное давление на израильское правительство, чтобы удар был нанесен как можно слабее, в кавычках. Полностью без координации Соединенных Штатов тоже сложно. Я уже сказал, такой простой пример, как развертывание в Израиле дополнительной системы противоракетной обороны. Понятно, что, чтобы Израиль пошел на какие-то шаги, которых Соединенные Штаты крайне не хотят. Это было бы сложнее. Плюс для продолжения мегатеатровой войны, как она сейчас идет, нужны дальнейшие поставки Соединенными Штатами вооружений, боеприпасов и так далее. То есть, насколько можно, израильское правительство пытается маневрировать против мнения Соединенных Штатов, но полностью на 180 градусов идти лоб в лоб. Против Вашингтонской администрации тоже было бы на данном этапе неразумно. Поэтому, как обычно, делалось до сих пор. Насколько можно будут маневрировать, на какой можно угол. Конкретно, какой будет этот угол, это мы увидим по результатам удара по Ирану. А скажите, Дэвид, если мы говорим в целом о, давайте так, реакции, можно сказать, арабского мира на то, что происходит, да? Поскольку мы понимаем, что операция Израиля, она происходит, она продолжается, да? И цели, как мы понимаем, они остаются неизменными, что касается, да, вот недавней годовщины того террористического акта, по сути, да, масштабного 7 октября, да, когда боевики зашли на территории Израиля и начали совершать террористические акты, да? И цель, по сути, осталась той же неизменной, да? Это ликвидация Хамаса. Тут мы имеем сейчас еще и вливание операции против Хазбаллы для того, чтобы, ну, обезопасить территорию Израиля, да, которая так или иначе постоянно поддается вот этим атакам со стороны террористических организаций. Давид, а какой в дальнейшем может быть реакция в целом арабского мира, как вы считаете? Я не говорю, там, знаете, осуждение на уровне, там, организации объединенных наций, хотя и к ней тут есть очень много вопросов по поводу того, почему это происходит и так далее, да? Но все же, вот какая реакция возможна, как вы считаете? Да, мы до сих пор в течение этого года видели, что декларации декларациями, хотя, разумеется, арабские страны вслух осуждают действия Израиля, которые приводят к жертвам среди мирного населения, среди палестинцев, ливанцев и так далее. Но реальных каких-то особых шагов мы не видим, разрыва и подношений тех арабских стран, которые подписали соглашение Авраама и так далее. И даже процесс нормализации с той же Саудовской Аравией, в принципе, не отменен на корне, он просто затормозился из-за идущей войны. Но и даже последнее заявление того же Мухаммада бен Салмана. То есть, в принципе, мы видим, что в идеале для умеренных суннитских арабских стран было бы, разумеется, чтобы война завершилась, потому что общественное мнение в этих странах тоже все это не поддерживает. Но что касается режимов, они бы хотели, чтобы это завершилось, именно чтобы дальше продолжить, насколько можно, свое сотрудничество с Израилем. Как я уже сказал, не было каких-то демарша, разрывы отношений, если в мире какие-то государства типа Боливии или Никарагу разрывали депоотношения с Израилем, то ни Египет, ни Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко депоотношения не разорвали. В принципе, отношения какие были, такие есть. То есть, они бы в идеале хотели бы переждать каких-то активных действий против Израиля, как в течение этого года не было, так пока и не ожидается. И вот с вами хотелось бы также обсудить, насколько сильный, может быть, ответ Израиля. Речь идет о возможности отбросить Иран буквально на 20-25 лет назад в истории развития вооружения. И вместе с тем это должно быть выгодно и партнерам Израиля, в том числе, потому что ведь Иран угрожает военным объектам Соединенных Штатов Америки и, в принципе, всему цивилизованному миру. Насколько действительно такой массированный ответ с такими последствиями на сегодня возможен? Как я уже сказал, дело технические проблемы, другое дело политические. Соединенные Штаты на данный момент, несмотря на любые объяснения, которые можно приводить, что, например, удар по иранским ядерным объектам был бы в перспективе выгоден и самим Соединенным Штатам, сейчас по ближним политическим интересам им это невыгодно, тем более в преддверии выборов, потому что эскалация может привести к втягиванию Соединенных Штатов в войну с Ираном уже напрямую. Они этого не хотят. Если бы это было сделано потом задним числом, как это было с иракским ядерным реактором в 1981 году, когда после удара израильских ПВС иракский ядерный проект был уничтожен, и после этого было тоже резкое осуждение Соединенных Штатов и задержка поставок американских самолетов и так далее, потом задним числом в 1991 году, когда сами Соединенные Штаты ввели войну против Саддама Хуссена, они уже поблагодарили Израиль, что за 10 лет до этого он ликвидировал потенциальную иракскую ядерную бомбу, но это было потом, а на тот момент чуть ли не дошло до санкций против Израиля со стороны Вашингтона, поэтому и сейчас тоже теоретическое рассуждение, что это могло бы быть выгодно Соединенным Штатам это одно, но сейчас они недвусмысленно сами говорят Израилу, что сейчас им это не нужно, и в конце концов, они это вслух не говорят, но всем понятно, что американские интересы в этом плане не полностью совпадают с израильскими, в конце концов, Америка как живет с ядерной Северной Кореей, но также проживет и с ядерным Ираном, для них это, разумеется, нежелательно, хотелось бы обойтись без этого, но для них это не конец света. Израиль это воспринимается совершенно по-другому, это одна из принципиальных разниц, скажем так, во взглядах, поэтому сейчас, на данный момент пока еще сложно сказать, что удалось уговорить американское правительство посмотреть более положительно на немедленный израильский удар по иранскому, в ядерной мобиле. Не можем, да, обойти с вами ту новость, которая вот сейчас поступила, она проверяется, но все же, да, хотелось бы с вами ее и обсудить. В армии обороны Израиля заявляют, что сейчас проверяют информацию о возможной ликвидации лидера Хамас, очередного Яхи Синвара, после одной из операций в Секперегазе. В заявлении израильской армии отмечается, что в здании, где были ликвидированы трое боевиков во время спецоперации, не было никаких признаков того, что там присутствовали заложники. Более подробную информацию Цахал пообещали раскрыть позже. В свою очередь, канал Sky News Arabia со ссылкой на источник также подтвердил гибель Синвара в Рафахе. Напомним, Синвар был назначен на должность лидера группировки Хамас после убийства предыдущего лидера Исмейла Хани в Тегеране в августе месяце. Давид, тут знаете, некоторые люди уже пишут, что очень тяжелая сейчас работа у HR-ов в Хамасе набирать новых каких-то лидеров, поскольку сейчас мы понимаем, есть определенная как-то текучесть кадров. Но если без вот этих экивоков все же, Давид, вот как нам оценить, скажем так, действие вот этой ликвидации на то, что будет уменьшаться количество людей, желающих возглавить то или иное крыло, или в целом такую организацию, которая имеет сейчас название Хамас. И как вы считаете, если не будет желающих, что будет в дальнейшем с организацией, у которой, по сути, не будет какого-то одного лидера? Конкретно насчет Сенуара подождем окончательное подтверждение. Визуально все, что можно было подтвердить, подтвердили, в том числе по зубам, по лицу и так далее. Сейчас ждут окончательные проверки ДНК, которая занимает время по чисто физическим причинам. Насчет следующих руководителей какой-то найдется. Насчет конкретно руководителя Угазии, один из вероятных кандидатов, это его брат Мухаммад Сенуар, который, в принципе, считается не менее радикальным, чем он сам. Насчет общего руководства Хамаса, возможно, на этот пост вернется Халад Машель, который в свое время уже занимал этот пост. То есть святое место пусто не бывает, кого-то найдут. Сейчас, на данный момент, основные обсуждения в Израиле идут насчет того, можно ли будет эту смерть Сенуара использовать для какого-то прорыва на переговорах по заложникам. Вопрос, разумеется, с кем сейчас в ближайшее время можно разговаривать, можно ли добиться действительно каких-то договоренностей и так далее. То есть на данный момент, пока, если он действительно ликвидирован, то это можно записать себе в плюс как большое достижение, в конце концов, именно. Сенуар был главным организатором, непосредственным руководителем именно нападения 7 октября. Поэтому тут, что называется, это закрытие круга. Сейчас, как это появляется дальше, как я уже сказал, ближайшее размышление насчет возможной сделки по заложникам, насчет того, кто возглавит. В любом случае, кто-то возглавит. Хамас прямо сегодня вместе с ним не исчезнет. Ни один, так будет другой. Давид, благодарим вас за то, что вы присоединились к эфиру Фридом. Давид Гендельман, израильский военный эксперт, был с нами на связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Фридом круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Фридом самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.